Девочки, всем привет! Сегодня у нас с вами немножко другая локация. Я решила передвинуться немножко к окошку. Может быть, качество в видео будет лучше, но я не уверена. Но все-таки надеюсь, что да. О чем мы сегодня с вами поговорим? Как и обещала, поговорим об уходе за волосами, о копеечных средствах, которые я нашла, на которые действительно классно работают. И я уверена, понравится практически каждый. В общем-то, сегодня мы поговорим, я вам уже в одном видео как-то показывала, густое масло. Вот у меня есть три баночки. Правда, два из них это густое масло и одно это маска для волос из фикс прайса. По крайней мере, там покупаю я. Мыла баночки, там капает вода. Расскажу вам о каждом из них, скажем так, начиная с самого любимого. Самое любимое и уже пустое, как видите, это репейная. Пользовалась я, между прочим, ими достаточно давно. Это не первое впечатление. Уже, наверное, два месяца они у меня есть. В общем-то, репейное вот это масло. Здесь вполне хороший состав, хочется отметить. В первых рядах у нас настой облепихи, масло миндаля, репейное масло, сафлоровое масло, масло жажаба, масло кедрового ореха, экстракт джиншеня, лицетин, глицерин, ну а дальше уже пошли химические компоненты. Что хочу сказать? Это мое самое любимое масло. Оно действительно хорошо напитывает волосы, оно хорошо наносится, хорошо распределяется. Здесь написано, эффект достигается за три минуты и это нисколько не преувеличение. Оно очень хорошо распутывает волосы. Этим оно мне безумно понравилось. Единственное, что хочу отметить, все-таки на окрашенных волосах, после того, как я покрасилась химической краской, конечно, работает оно немножечко хуже, как и все остальные средства, которые у меня есть. Но вот оно действительно напитывает и у меня немножечко, знаете, прошла такая ассоциация с маской белитовской. По-моему, с органовым маслом. Оставлю обязательно ссылочку, у меня есть отзыв на эту маску. Вот это вот очень понравилось. Я обязательно буду повторять. Объем, я не помню, говорила или нет, здесь 155 миллилитров. Второе масло, которое мне понравилось, это, вернее, из того, что есть. Это густое масло для волос, крапивное, защита и восстановление с эффектом кератинового выпрямления. И что я вам хочу сказать? Кстати, ароматы просто нереальные, очень-очень вкусно пахнут. Здесь у меня не так много использовано, именно потому, что это масло обладает выравнивающим, выпрямляющим эффектом. И это действительно так. Дело в том, что мои волосы, они сами по себе пьющиеся, пористые. И вот эта маска делает масло их более гладкими. И потом я не могу, допустим, сделать кудряшки. Или если закручиваешь, они реально распрямляются. Придает блеск, но вот степень напитанности, именно питание, не увлажнение, а питание, здесь, конечно, меньше, чем вот в этой вот репейной масочке. И если у вас прямые волосы, то я уверена, что и вы любите прямые волосы, что вам это средство очень понравится. Ну и последняя маска. Органовая, закрепляющая цвет. Насчет закрепления цвета вообще ничего не могу сказать. Я, честно говоря, не очень верю в вот эти способности удерживать как-то пигмент внутри волоса, но да бог с ним. Она, конечно, намного слабее по сравнению с маслами. Это скорее маска. У нее очень приятный сладкий аромат, насколько я помню. Ну да. Здесь у меня тоже, как видите, уже там, ну не знаю, на полразика осталось. Почему она менее любимая? Потому что в ней отсутствует настолько явный распутывающий эффект лично для меня. И то есть, ну какое-то, честно говоря, абсолютно средненькое такое средство. Если держать, держать на волосах, выдерживать больше, 5 минут и более, то, конечно, работает лучше. Но я не могу сказать, что это то средство, за которым я бы хотела вернуться. Репейное масло однозначно у меня останется в фаворитах, я думаю, надолго. Какие же плюсы вот в этих баночках? Как я сказала, доступность. Они продаются в фикс-прайсе. Они стоят по 2 рубля на наши белорусские деньги. Я не буду даже переводить в доллары, потому что сейчас с курсом такая ерунда творится, что это бессмысленно для жителей всех стран, скажем так. Поэтому вы можете просто посмотреть где-то на сайте, сколько они стоят в фикс-прайсе, копеечная, дешевая. Объем, как видите, 155, я уже сказала, в обычных тубах 200, то есть разница не такая-то большая. Большое спасибо вам за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и пишите свои вопросы в комментариях. Очень хотелось мне еще, кстати, у вас спросить совета, какими средствами с фикс-прайса для волос пользуетесь вы. Потому что я как-то наткнулась на форум, и там девушки сказали, что в фикс-прайсе много хорошей косметики, работающей, скажем так. Не то, что хорошей, работающей. Ну, не знаю, я завалов не видела, хотя у нас фикс-прайс, в принципе, маленький. Ладно, не буду задерживать вас. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok